Мы обнаружили, что в этих бактериях, в которых присутствует белогоперация, мы выделили также комплекс, посмотрели на короткие РНК, короткие ДНК, в этом комплексе и обнаружили, что существует короткие РНК и ДНК ко многим разным генам этой бактерии. И дальше мы отсортировали гены, для которых производится большое количество этих коротких ДНК. И оказалось, что гены, которые узнаются этими короткими ДНК, в основном это фаговые или трансплазронные гены. Они в этом конце списка расположены, нормально. И хотя у нас нет окончательного доказательства, что система узнает трансплазронные фаги в этой бактерии, но, по крайней мере, вот эта результация действует в том, что бактерия, скорее всего, короткие РНК работают аж как функционально. Работают так, как и по РНК-систему ProResult. То есть они узнают битзогенную ДНК, в частности, фаги и трансплазронные. Но функционально, как все именно работает, мы продолжаем работать над этим, чтобы окончательно разорваться. А на ННР как? И вывод из этого, что бактериальный органахт действительно производит короткие РНК и ДНК, и что, по-видимому, древние функции защиты геномов против вот этих вазивной ДНК. Расскажу я тогда более подробно о недавнем проекте, который, на самом деле, коллаборация между моей лабораторией и лабораторией коллеги в Калтеке, которая коллегой в то же время еще и моя жена. И это студенты, аспиранты, которые делали эту работу в обеих лабораториях. Соответственно, какая задача? Мы хотели понять, что пиве белок и по РНК делают в еды. Как я уже описал, выглядит то, что мы знаем в великопитающих. Говорит о том, что пиве белок может идти в ядро в определенной стадии и, по-видимому, инициировать, узнавать ДНК, инициировать ДНК-метилирование. Нам уже хотелось понять, как это работает. К сожалению, это очень сложно понять, потому что все происходит в герминальных тканях, в герминальных клетках на очень ранней стадии развития. И в культуре клеток это произвести невозможно, то есть это специальные клетки. И в герминных генезии в герминальных клетках для кистопиохимических подходов совершенно недоступны. Генетически тоже не очень просто. Ну, а давай, что в дрозофилии тоже есть один из трех белков пиве. Как я обнимал в самом начале, у дрозофили тоже три пиве белка. И то же самое, так же как и выше, только один из трех белков присутствует в гидре. Вот они, собственно, тут показаны. Два полностью циклопазматические белка, они помечены через пи, да, а один белок присутствует в ядре. И первое, что КАТРА сделало, как оказалось, били белки, они так же, как анафты, когда они узнают комплементарную последовательность, да, когда ПАРЛЕНКАУЗНИЕ комплементарную сыск, и белок ее разрезает, уничтожает. Оказалось, что КАТРА решил посмотреть, собственно, насколько важна эта активность белка органов, как это разрезает. И то, что видите, тут это яичники нормальной мухи, а это яичники мухи с пиви, с метацией пиви. То есть практически ничего не остается. Не просто стерильность, а ничего дальше, клеток никаких не остается. Оказалось, что если мы сделаем трансген пиви, который не способен больше разрезать комплементарный секс, то есть он, по идее, полностью инактивирован. Но тем не менее, если мы вставим обратно этот трансген на фоне пиви мутации, он полностью восстанавливает фенотип нормально. То есть все это разрезание, в данном случае, совершенно не нужно для этого белка. Хотя, я не показываю тут, но оно совершенно идентично для двух других белков, которые присутствуют в цитопластах. То есть если вы делаете тот же самый эксперимент для вот этих двух белков, такой не пройдется. Они останутся в полности мута. А для пиви белка, который идет в ядро, разрезание не важно. Все он где-то должен делать что-то другое. И, видимо, он очень важен, красивый математик. С вопросом, что он делает в ядре, с чем он связывается и в чем эффект это связано. И первое, что Штуркада сделала, она посмотрела на политенные шромосомы. Политенные шромосомы, их можно видеть в микроскопе. Можно просто смотреть, связывается ли белок с шромосомой. В данном случае мы видели, что белок действительно связывается с шромосомами. Более того, он связывается более-менее везде с этим шромосомом. А не только там, где транспозоны сконцентрированы. Это уже достаточно удивительно. Но само в себе, опять же, не обеспечивает слишком много информации в такая картина. Надо было понять более точно, где пиви связываются. Для этого существует этот стандартный метод. Называется ЧИП, да, кроме того, мы будем диспутать. Когда вы очищаете фрагменты длинка, с которыми связывается ваш белок. И это заняло, на самом деле, очень много времени и оптимизация этот процесс для пиви. Но тем не менее, в конечном итоге мы получили вот этот пиви-чип. И фрагмент, вот этот эксперимент показал тут, когда вы видите геномные фрагменты, где пиви связывается. И видно, что пиви, вот это пиви-связывание совпадает очень часто с пивом ННК-полимераза, который показывает. То есть с активной, с геном, который активно транскрипируется. Я сказал, что это просто не единичный случай. Я показываю вам один пример, но это существует везде геном. Везде, где есть активный ген. И вот это просуммировано по многим-многим генам, да, этой картинке. Мы взяли все гены, которые длиннее, чем 4 куба базы. И посмотрели, как пиви связывается вдоль них пиви и полимераза. И видно, что и пиви, и полимераза связываются очень похожим опытом. Существует пик в районе промоутера. ТСС – это Transcription Start Side Promoter гены. И более того, если вы ассортируете гены по их уровню экспрессии, чем более темный цвет, тем сильнее ген экспрессируется. Тем больше пиви вы видите на этом гене связанном. То есть пиви белок ассоциирован со всеми активно транскрипируемыми генами. Более того, если вы посмотрите на гены, такие как хитшот гены. То есть хитшот гены, они в норме не экспрессируются при нормальной температуре. Если вы сделаете хитшот, экспрессия сильно увеличивается. Оказывается, что пиви в таком хрище начинают связываться сильнее. Опять же, это говорит о том, что связывание пропорционально уровню экспрессии. И все это было, на самом деле, достаточно загадочным. То есть все, что я описал до этого, было о том, что пиви узнает транспозоны и мобильные элементы. А теперь я говорил о том, что этот комплекс связывается со всеми генами. И непонятно тогда, за счет чего он связан. За счет ПАРНК? А если сошел ПАРНК, то почему он связывается с нормальной генами с транспозономом? Мы решили проверить это более прямым экспериментом. Мы сделали определенный мутант, пиви, который не способен связывать ПАРНК. Всего мутация двух аминокислот в белке, вся структура остается нормальной. Но ПАРНК в таком комплексе отсутствует. И оказалось, что, тем не менее, этот пиви-мутант идет в ядро и все равно продолжает связываться с ТАМАСОМ. То есть, действительно, ПАРНК в данном случае совершенно не важный. И более недавно я показывал эту картинку, мы сделали чипы и показали, что действительно связывание абсолютно такой же, как исходит. То есть, действительно, короткие РНК не важны. А тогда мы решили посмотреть, что, собственно, пиви делает после того, как он связывается со всеми этими генами. И мы до этого наркультировали пиви в герминальных клетках. Не очень хорошо видно. Просто слайд показывает, что мы можем эффективно удалить пиви из ядер этих герминальных клеток, яичных шизофий. Дальше мы проанализировали экспрессию генов. Вот эта каждая точка в этом слайде – это определенный ген. Экспрессия нормальных яичников, нормальных мух, экспрессия мухов, которых нету пиви в белках. Видно, что экспрессия практически, на самом деле, не меняется в герминальных клетках. То есть, пиви сидит на всех этих генах, но ничего не делает. А с другой стороны, если вы посмотрите на трансфазоны, то экспрессия трансфазонов очень сильно увеличивается. Это вот пример одного трансфазона, а в синем показано количество РНК-полимеразы. В нормальном случае не видно никаких абсолютно пиков, да, ровное количество. А после того, как вы удалите пиви, возникают огромные вот эти пики. РНК-полимеразы – это промотор трансфазонов. И не просто увеличивается количество РНК-полимеразы, но и увеличивается количество транскриптов. То, что тут показано – это разные трансфазоны вдоль. И экспрессия, разница в экспрессии после удаления пиви, разница в связывании полимеразов. То есть это говорит о том, как все эти вместе говорят о том, что пиви не просто подавляет трансфазоны, и, как я сказал уже, разрезание не важно для этого процесса, но он подавляет на уровне транскрипции. Да, он регулирует количество РНК-полимеразы, которые связываются с подобными. То есть это как другой способ регуляции короткими РНК-экспрессию генов, которые исходно в стандартной РНК-интерференции отсутствуют. Да, в стандартной РНК-интерференции происходит полностью на уровне посттранскрипционных. А в данном случае это на уровне регуляции транскрипции. И чтобы показать, что действительно РНК важны в этом процессе, мы использовали эксперимент, когда мы можем экспрессировать дополнительный РНК. Собственно, эксперимент похож очень на тот, который я описал в начале, когда мы можем встроить дополнительную последовательность внутри этого РНК-кластера. Эксперимент похож. То есть мы можем встроить дополнительную последовательность, когда мы будем производить новые артефактные РНК в каком-то новом локусе. И в данном случае мы сравниваем животных, которые абсолютно нормальны. Мы не убираем пиви-функцию, пиви все еще там же находятся. Единственное, чем эти животные отличаются, тем, что они либо экспрессируют, либо не экспрессируют дополнительные РНК, которые узнают в этот локзи-трансген. И оказалось, что когда такие РНК экспрессируются в эти локзи-ген, то количество полимеразы на промоутре этого гена падает существенно. А количество вот этого определенного модификации гистоновой, это модификация гистона, которая связана с подавлением экстрессиген. В норме она присутствует только на генах, которые подавлены, не экспрессируются. И когда присутствует ПРНК, то количество вот этой модификации существенно растет. Показывает, говорит о том, что пиви, по-видимому, когда транскрипт узнается ПРНК, влияет на транскрипцию через установку вот этой репрессивной модификации гистонов. И все вместе это можно проиллюстрировать так, как мы теперь думаем, что, собственно, происходит в ядре. И, в самом деле, мы даже уже немножко перерисовали эту схему, я забыл ставить ее в предстатусной стадии. Мы думаем, что происходят как бы две стадии в этом процессе. На первой стадии пиви идет ядро и связывается со всеми активно экспрессирующимися генами, то есть вот это РНК-полимераз, который транскрибирует транскрипт. И пиви связывается с этими новыми транскриптами, и это не зависит от ПРНК. То есть вот это немного то, что не совсем хорошо тут показано, потому что тут было видно так, что пиви уже узнается этот транскрипт через ПРНК-узнавание. И это не совсем так, потому что ПРНК в нормальном генах. То есть это связывание исходное, оно не зависит от ПРНК. А на следующем этапе уже происходит узнавание. Либо ПРНК находит соответствующий ген, либо не находит. Если он не находит, то ничего не происходит, он не влияет на экспрессию. А если он находит, то этот комплекс каким-то образом, который еще предстоит выяснить, скорее всего привлекает дополнительные белки, которые устанавливают негативную модификацию. И это влияет на транскрипцию и подавляет транскрипцию. Под выводы из этой части того, что пиви ассоциируют с травматином во всех активно транскрипцированных локусах. Мы думаем, что это нужно для того, чтобы процесс работал быстро. Вместо того, чтобы искать каждый раз мишень ПРНК, пиви уже сидит на всех активно экспрессирующихся локусах и ждет. Если новый транскрипт соответствует ПРНК, он сразу будет подавлять экспрессию. Ему не надо как-то ловить и вхаж. Уже этот комплекс присутствует везде, где надо. То есть для этого первого шага ПРНК, собственно, не нужны. Но для второго шага, где пиви будет подавлять транскрипционную экспрессию генов ПРНК, собственно, нужны. и они обеспечивают узнавание лишений. Да. И, значит, это последний слайд. Я распознаю на моя лаборатория. Люди, которые были влечены вот эту работу, которую я рассказал в конце. Очень добрый момент. Очень добрый момент. АПЛОДИСМЕНТЫ У вас был эксперимент, когда специально создавались шмутатные пиви, в которых пиви не мог комплексов отвечать. То есть пиви. Пиви, как и другое. Был у вас показан эксперимент там, где вы показывали независимость от этой мутации, связанную с активно транскриптирующимися генами. А эксперимент по поводу того, чтобы найти шмутатные пиви, показать именно важность пиэротрана, которые стоят. Да. Это, естественно, то, что мы хотим. Я, может быть, повторю вопрос. Вернее, не повторю вопрос, а еще раз объясню. То есть, если я правильно понял, то есть вы хотите, чтобы мы показали, что, когда вы экспрессируете этот белок, который не связывается с пиэринком, что он не может, собственно, подавлять экспрессию транскрипции и транспозор. Естественно, было бы очень хорошо это сделать. Мы хотим сделать этот эксперимент. Технически это немного сложно, потому что трансгены, которые мы делаем, были сделаны таким образом, что мы… Это ведь немного технические детали, но мы экспрессируем этот белок не с нормального, собственного, а мы как бы активно экспрессируем его и только в определенном типе клеток. И даже если мы это делаем для нормального белка, без всякой медитации, то мы не можем сделать таким образом, восстановить функцию. Так. Спасибо.